Шо вы головы, гаситесь? Давайте, как обычно, три новости за три минуты и будем двигаться дальше. Компания Xiaomi представила четверо нового робота CyberDog за 1540 долларов. Он может делать сальто назад и следовать за своим хозяином. Компания показала данного робота с таким достаточно значительным пафосом, но при этом непонятно под какие конкретно задачи и сценарии Xiaomi его разрабатывала. В пресс-релизе производитель подчеркнул, что у проекта открытый исходный код и компания дает возможность новым владельцам программировать его на свое усмотрение. Выглядит достаточно прикольно, стильно, футуристично. Что будут делать с ними умельцы в виде кожаных мешков, для меня на самом деле даже страшно представить. Ну и прежде чем двигаться дальше, попрошу вас подписаться на канал, потому что вы слушаете на мышу, как правило, а это не очень красиво. Поэтому давайте жмякните подписку, колокольчик, можете даже лайк и комментарий написать и будет вообще отлично. Ну и, а тем временем, компания NVIDIA анонсировала нам графический ускоритель RTX A2000 для компактных рабочих станций. Данная видеокарта построена на архитектуре Ampere, это то же самое, что RTX 3000 серии, но только для профессионалов. Новинка оснащена графическим процессором с 3328 CUDA ядрами. Она содержит и RT ядра, имеет на борту 6 гигабайт GDDR6 памяти с поддержкой ECC. Устройство обеспечивает производительность в 8 терафлопс, что достаточно мало, но, тем не менее, она очень энергоэффективная и потребляет всего лишь 70 ватт энергии. Как по мне, это очень крутой результат. Новый графический ускоритель поступит в продажу уже этой осени и будет ставиться в рабочие станции Asus, Dell, HP, Lenovo и так далее. Напоследок оставил такую, как я думал, шутейскую новость, но я думаю, что если бы я жил в Туркменистане, то она была бы для меня не смешной, потому как власти Туркменистана заставляют интернет-пользователей отрекаться от VPN на Коране. Таким образом, корреспондент радио Азлтлык сообщает, что в прошлом году он записался в очередь на проведение интернета к себе домой. Его очередь наступила спустя полтора года, но до того, как получить Wi-Fi услуги, он подписал множество документов и теперь у него требуют, чтобы он поклялся на Коране о том, что он не будет использовать VPN. Для тех, кто не в курсе, я скажу, что на территории данной страны запрещены разные социальные сети, такие как Facebook, Twitter, YouTube и прочие сервисы, которые помогут вам увидеть, что происходит в другом, более цивилизованном мире. Ну, как-то так. Для меня, честно, очень сумбурная новость, но просто решил с вами о ней поделиться. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что вы послушали до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не теряйтесь.